Я хочу сказать, что у нас в этот год, конечно, фантастический, все это об этом говорят, неожиданные, непривычные, необычные. Но, тем не менее, мы очень рады, что мы можем вас видеть живьем, как он называется, то есть очно, а не дистанционно. Почему наш конкурс посвящен имени Юрия Николаевича Холопова? Главное, конечно, то, что он стоял у основ нашей теории, рядом с ним по такой теоретической глубине, и по тому новому, что он внес в нашу науку, трудно кого поставить. И более того, ведь Юрий Николаевич и начал этот конкурс. Сделал в том, что это была его идея, и он в третьем году ушел из жизни, но он уже успел, так сказать, зачем этот поднять, потому что он сам был из Рязани, он ездил два года в Рязань для того, чтобы там устраивать конкурсы, и туда привлекать молодежь, которая потом будет, так сказать, переходить, поступать в консерваторию. Традиция именно проведения, она сохраняется. И мы, конечно, старались все эти годы, что бы ни случилось, но проводить этот конкурс и вести эту традицию. Наша профессия в каком-то смысле для музыкантов, ну, просто самая необходимая. Да, даже как нет музыки, если ее не написали композиторы, так же и нет, собственно, музыкантов, если их не обучили теоретики. И в этом смысле наша профессия, она невероятно широкая, может быть, даже гораздо более многохватная и многогранная, чем любая другая музыкальная профессия, потому что вы понимаете, что профиль применения сил у нас может быть самой-самой разной. У нас не так много в этом году участников и работ, но я должна сказать, что вот те, кто, скажем, по истории музыки прошли те работы, которые были представлены уже на второй тур, и я знакома с этими работами, они очень высокого уровня. Поэтому все за вами. Решайте, боритесь за высокую культуру, за наше искусство. Знакомство с одной книжкой, которая недавно состоялась, это словарь церковно-славянского и русского языка, русский словарь 1847 года. Там есть такая статья, которая называется, то есть, вернее, статья на слово «дилетант». Сейчас «дилетант» — это плохо, это нечто пренебрежительное, какой-то оттенок есть. А там написано, музыкальный термин, «Дилетант, занимающийся пением или игрой на каком-либо инструменте по любви к музыке, а не по обязанности». И в этом смысле я желаю всем нам быть дилетантами. Этот день, он для вас важен, но для нас он тоже очень важен. Для консерватории и особенно для нашего факультета. Потому что мы сегодня встречаемся вообще-то в нашем будущем. Во-первых, я надеюсь, мы видим наших будущих студентов. Во-вторых, мы видим будущих композиторов, аранжировщиков, исследователей, преподавателей, музыкальных журналистов, кого только нет. Конкурс посвящен Юрию Николаевичу Холокову, и, конечно, это дань памяти ему. Но вот как-то я думала, что это все-таки тоже взгляд не в прошлое, а в будущее. Потому что работы Юрия Николаевича, они устремлены были всегда к новой музыке, к новым берегам. И я вам тоже желаю всегда стремиться к этим новым достижениям. На нашей кафедре, он уже сейчас не работает, но был такой профессор, с которым, когда я, помню, начал преподавать, завел такой разговор. Вот спрашивают студенты, а стоит мне поступать, стоит ли мне быть композитором. И что вот, я его спросил, он отвечает. Он говорит, я всегда отвечаю, нет, не стоит. Я говорю, почему? Он говорит, а вот если, несмотря на это, человек все равно приходит и поступает, и хочет заниматься, вот тогда я с ним и занимаюсь. Я думаю, что это относится музыке к любому факультету. Поэтому, помните эту байку, в ней достаточно глубокий смысл есть. Музыка не отпускает, если вы в нее погрузились. И верьте этому своему ощущению, если вы чувствуете это погружение. Удачи! Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Кто тьму анчего. Кто тьму анчего. Кто тьму анчего.